Всем привет, с вами Надбар и вы смотрите 17 серии игры Surviving Mars. В прошлой серии мы набрали 100 колонистов, ну уже 98, но это не принципиально. Некоторые из них безработные, сейчас я эту проблему порешаю, но у нас проблем больше чем одна. Давайте решать по очереди, сначала нужно починить ДУ разведчика. Его тут чем-то придавило, не знаю, видимо какой-то вихрь, или что-то в таком духе, поэтому нужно послать ДУ... Где же он, ДУ-координатор, да, вот этого чувачка, и починим нашего ДУ-разведчика. Опасно, дорога дальняя, так где же она только? Ага, вон у нас там даже недалеко есть наш ДУ-транспортер, я даже, знаете, о чем подумываю? Может быть туннельчик еще тут дополнительный прорубить, чтобы мне надо было вот так как-то кататься? Это дорого, да и смысла нет. Да, дальше, нужно выбрать дальше разведуемый сектор. Я думаю, вот эти сектора просканируем, в прошлый раз они были богатые на разные аномалии, ну, наверное, кроме восьмого. Вот этот еще кусочек, хочу полностью всю верхнюю часть просканировать уже и забыть о ней. Потом снова вернемся вот в эту зону и будем тут что-нибудь сканировать. Мгм, да, дальше. Люди, безработные. Одиннадцать человек, вакансии семнадцать. Ренегаты один, один ренегат у меня есть. Да ладно, в каком куполе? Опа, вот в этом куполе. А ну-ка, 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 могу ли я на него как-то, на этого ренегата посмотреть? Алкоголизм, пылевая болезнь, энтузиазм, господи. Человек реально проблемы. Так, средний возраст, инженер. Живет в аркологии, работа не работает. Нет доступных построек в сфере услуг выпивка. Ну да, я как бы об этом знал. Ладно, но у нас тут есть охранники уже в этой зоне. Хороший отдых. Да чё ж тебе не нравится-то, а? Смотри, всё отлично должно быть, но не всё так хорошо, как хотелось бы. Так, тут я не помню, госпиталь я строил вот в этом куполе. Потому что я думаю вот сюда, а госпиталь перенести. Ну или, по крайней мере, сделать его тоже в этом куполе. А врачи у нас есть уже. Я тут не вижу госпиталя, поэтому предположу, что я, наверное, его и не ставил. Давайте вот так сделаем. У нас врачи вроде бы есть свободная, поэтому как раз таки проучим. Безработная. Давайте смотреть, кто это такие. Без профессии. Без профессии. Инженер без работы. Да ладно. Медик есть без работы. Ну сейчас найдём ему работу. Много у нас безработных инженеров. Как же так, ребята? У меня тут, видите ли, недостаточно электроники. А вас безработных, оказывается, такое большое количество. Хорошо. Ладно. Сейчас электроники станет побольше. И, кроме того, я уже давно хотел... О, можем ракету отправлять, но... Но. Я её пока не спешу отправлять, потому что у нас... Обзор планеты открылось несколько аномалий. Здесь доу-транспортер, да, вот всякие такие вот штучки. Я думаю, давайте начнём с того, куда мы отправим доу-транспортера. Отправить. Ракета заправлена уже. Сейчас из неё даже немножко выгрузит всего и вся. Она даже чересчур заполнена. Да, теперь пятеро без работы. Уже попроще. Важная постройка. Завод полимеров. Вот полимерный завод. Базовая производительность 9. Где-то его нужно ставить недалеко от выхода. Возле труб. Я считаю, что лучше пусть у них будет вход поближе, чем труба. Как-то неудобно, потому что трубы у меня, напомню, абсолютно бесплатные. И их не прорывает. Вот так. Под трубой пробегут. Думаю, ничего страшного. Не случится. Тут, правда, такого настроя надо. Давайте этот кусок уберём. И, наверное, даже вот этот кусок уберём. Во. Но теперь это как-то больше даже по-человечески смотрится. Ща электроника будет. Вы посмотрите, сколько у меня инженеров. Это всё инженеры. Трудятся. Чисто на... Настроен ноль, мучается похмельем. Без розовых очков. Минус 50 ренегат. Во как. Ну. Хм. Что я могу сказать? Очень жаль. О мегахранилище. Мы завершили изучение. Да, давно хотел. Почему давно хотел? Потому что есть, бывает, проблема с кислородом. Большой кислородный бак. Да, давайте заменим обычный на большой. Так, у нас выработка положительная сейчас. Вроде бы пылевых пурь мне не обещают. И поэтому здесь местечко очень даже приличное будет. Выкачивайте из него воздух. Не знаю, можно, так нельзя. Разбираем полностью. Разобрали. А бак для воды большой, конечно. Да, большой. Но с кислородом чаще проблемы, чем с водой. Ну да, чем не место. Строим здесь. Нам где-нибудь бы поставить. Абсолютно не важно, где у нас все передается. Трубы повсюду есть. Вспомнил об одной особенности дронов, что их нужно заряжать. У меня, конечно, они типа по беспроводу заряжаются, но периодически расставлять. А зарядки им все равно нужно. Тут у них вроде бы и так она была, эта зарядка. Да, вон есть. Ну там мало ли заедутся по каким-то причинам. Тут в районе складов им нужна еще одна. Я думаю, поставлю ее вот здесь. Хотя, может быть. Но они регулярно там проезжают, так что пусть здесь стоит. Тем более прям не нужно провод тянуть никакой. Ну и все, пока что этого. Можем еще с вот этой стороны поставить, конечно. По здесь где-то. Ну просто чтобы было. Все, дрончики теперь получше заряжаться будут, потому что я вижу, есть небольшие проблемки у них в этом плане. Пусть работают, ребята. Тогда у транспортера, где ты там едешь? Я почему его выключил? Потому что ему как бы нужно на ракету ехать. А он, по-моему, более приоритетно работает именно в автоматическом режиме. О, да. Ну, наверное, я был прав. Он сразу телепортировался и улетел. Интересно, что нам там дадут. Надеюсь, какую-нибудь полезную прорывную технологию, потому что пока что они все так себе. Во, вот это еще нужно выучить сейчас, потому что я как раз начал пользоваться теми, кто работает не по профессии. Причем мощно так начал этим пользоваться. И вот это еще надо улучшить тоже. Ну пусть качается. Починили нашего доу-разведчика. Теперь он чистенький. Давайте вернем на базу. Доу-координатора я думаю, что на этот раз его вот тут поставлю где-то. Ну, например, здесь. Не знаю, может он туда заехать или нет. Заметил, что не работает, скорее всего, вот этот рибо-очиститель. Нужно бы перезапустить игру. Так, подождите. Новые аномалии. Окей. Сейчас поедет изучать. И мы в небо. Во время полеток аномалии отказал двигатель. Ракета начала терять высоту. Благодаря удаче ракета приземляется в безопасном месте. Но даже сейчас никто не говорит о том, что двигатель удастся снова запустить. Или я бросаю экспедицию, и она погибает, а там у меня, напомню, доу-разведчик, координатор, транспортер, доу-транспортер. Или же отправляю на помощь три ресурсных челнока с запасными деталями. И при этом, обеспечая финансирование, экспедиция будет спасена. Давайте заплатим. Жалко, конечно, но а что поделаешь, оно того стоит, мне кажется. Возвращается от планетарной аномалии. То есть, типа, ничего? Однако это очень грустно. Уже даже приземлилось. Ну, давай. Сейчас пошлем на еще одну аномалию. Не знаю, так это связано с тем, что я в прошлой серии принял. Про экспериментальный двигатель. Или нет? Наверное... Ну, может быть связано. Так, давайте включаем обратно ему авторежим. Сейчас он поедет. А ракету тем временем пошлем на еще одну аномалию. У нас две семь, неважно каких человек, на 12 часов. Или шесть, неважно каких, на 12 часов. Давайте, наверное, с семи начнем. Да. Отправить. Ну, надеюсь, в этот раз все будет хорошо. О, кстати, вот так вот выглядит большой кислородный бак. Который большой. Углубленная коррекция поведения и марсианские фестивали. Давайте посмотрим. Улучшение центров коррекции поведения позволяет заменять недостатки на достоинства. Мощно. Мощно. Конечно, ничего не скажешь. А декоративные постройки обеспечивают еще больший комфорт. Но на это так много науки требуется. Мы уже открыли слишком много всего. Вот в чем проблема. Неработающие постройки. И еще одна. Госпиталь. А давайте везде по одному сделаем. Врачу. Здесь тоже должен только один работать в смену. Иначе нам их не хватает. Смотрю, что у нас электроники. Неплохо так дало. И думаю, за счет этого построить еще один 3Б-очиститель где-то вот здесь. Да вы прикалываетесь. Вот именно здесь неровная местность. Хорошо. В таком случае давайте... Сейчас исследована планетарная аномалия. Хорошо. Микрогравитационную медицину изучили. Это крутой медицинский центр с высоткой. Давайте я вам сразу покажу, как он выглядит. Вот он, медицинский центр. Например, его можно здесь поставить. В таких маленьких куполах высотки не ставятся. А вот здесь мы можем поставить в таком треугольном куполе. Но на этот купол у меня есть некоторые другие планы. В этом куполе я хочу поставить высоточку, которая у меня бустит науку. А это у нас называется... По-моему, сетевой узел. Но мне для этого нужно выучить... Ох, уже попробуй. Вот, сетевой узел увеличивает эффективность всех научных лабораторий. Но он, собака, стоит 20 тысяч. 20 тысяч, это очень много. То есть прежде чем мы к нему перейдем, я хочу выучить... Поставить еще хотя бы один институт Хокинга. И уже с ним работать дальше. Ну, реально, мы пока что одна и три тысячи. То есть это на 15 солов у нас уйдет. Хотя, ну, реально, ребята стараются очень сильно здесь, в институте Хокинга. О, марсианский университет уже подучил всех, за кем ракета летала. Да и людей у нас поменьше стало. 95. Это при том, что они уже дольше живут. Так, тут у нас должны только специалисты работать. Так, ну и давайте закроем немножко смену. В принципе, по полимерам там проблем особых нет. Хотя у меня уже не почему проблем особых нет. Возвращаем ракету и отправим сейчас на еще... А, почему так мало колонистов? Не, все нормально. Они просто на ракете... Семеро колонистов улетели на ракете. Ой, я уже сам себя начал запутывать. Сейчас вот они прилетели, и оп, все сразу нормально. Но мы эту ракету сразу отправляем на еще одну. Вот сюда отправить экспедицию. Отправить. И потом я пришлю еще одну ракету еще с людьми. Наверное, с еще научниками, потому что надо бустить. Надо бустить очень сильно науку. И, пользуясь моментом, я хочу поставить здесь еще домиков. То есть вот этот купол у меня прям будет люто таким жилым. Может быть, потом мы будем переселять людей постепенно. Но пока что такие планы у меня. Я вот возле казино прям сильно не хочу после прошлого раза строить домики, но выбора нет. Даже этот, наверное, не так, дом. Умный дом. А тут вариантов как бы особо нам не дают. А давайте так. Этот удаляем. Хочу ровно, чтобы посерединке там остался кусочек. Вот. Вот здесь, чтобы был... Ну, мало ли, захочу тут проход сделать. Тут еще один, типа, купол построить. Ну, вдруг. Тут он, скорее всего, не построится даже, да? Но, ладно. Да тут он точно не построится. Без работы один. Колонисты, безработные. Медик. Да как же так? То у вас проблемы какие-то, то нет никаких проблем по врачам. Откуда вы беретесь? Ну, давайте вот в этом куполе крутом откроем еще одну вакансию на врача. Новые технологии. Голографическое сканирование и мир снов. Вот, голографическое сканирование, это тоже топовая технология. А давайте я сначала ее покажу. Это увеличивает рождаемость под куполом. То, что нам нужно. И вторая штука, это чудо марсианской науки. Проект Морфеус. Стимулирует развитие новых достоинств у всех взрослых поселенцев. Ну и смотрите, мы уже, в принципе, все почти открыли. Нам осталось только теперь доучивать все эти технологии. Быстренько пооткрывали, я думаю, это за счет аномалий. А есть, увеличивает комфортность всех жилищ под куполом. Ну, ферма увеличивает комфортность жилищ. Это, например, вот здесь, да, у нас больше комфортность стала. В некоторых других куполах. Ну, это на будущее. Конечно, пока что у нас еды хватает, но в будущем фермы-то у нас будут. Правильно? Пусть улучшают. Тем более технология почти бесплатная была. Так, важно вот эту высотку сделать. Но она-то какая же ты дорогая, а? 20 тысяч. Ну надо, надо, это нам позволит еще быстрее потом изучать новые технологии. На очереди стоял атомный аккумулятор, но он не так важен, мне кажется. У нас пока что... Опа-па-па-па-па. Хорошо, что я заметил. Энергосети минус 31 в этой сети. Это что, вот эти дома, что ли, так выжирают? По два энергии, да? Сильно. Ну, сейчас будем просто напихивать уже под самое не хочу. Вот эту последнюю область. Так, прилетела ракета, это первый нюанс. Второе, электричество все-таки закончилось. Давайте понизим на заводе здесь. Поставим только одну смену. То он что-то прям заработал, да, этот завод. Много энергии потянул на себя. Так, батарейки сейчас должны начать заряжаться. Да, зарядка идет. Так, искусственный интеллект номер 6. Глава Нетскай обратился к руководству колонии с любопытным предложением. Письмо прилагается. Командующий. Я хочу письменно уведомить вас о соглашении, которое заключили Бразилия и наша компания NetSky LLC. Более 10 лет мы поставляем на рынок высокотехнологичное решение и теперь готовимся работать над передовым проектом номер 6. Это совершенно новая эвристическая программа, обладающая возможностью саморазвиваться и созданная для составления чрезвычайно сложных прогнозов. Биржевых, исследовательских, социологических, каких угодно. Кроме того, у программы очень приятная личность. Помогите нам рассеять тьму неизведанного благодаря этому проекту. Мы делаем следующий большой шаг в человеческой эволюции. А эффект? Исследована технология сетевой узел. Совет, построите сетевой узел, чтобы запустить проект номер 6. Великолепная возможность. Журнал испытания. К нам обратилась компания NetSky с просьбой разместить в сетевом узле свой искусственный разум под кодовым именем номер 6. Отлично. Отлично. Я подозреваю, что это все не просто так. Но я не против. Я все равно хотел его строить. Посмотрим. Посмотрим. Очень круто, что это дало мне именно сейчас. Эту постройку. Позволит хорошенько бустануть сейчас все исследования. Домики построены, да? Ого, сколько... А, ну да, да, да. Я понял, почему тут у меня максимальный приоритет стоял. Ну, такой большой не должен был быть, конечно. 9,3 электроники в день. Сумма, можно сойти. Ну, давайте строить. Да, сейчас быстро сделаем. У меня все ресурсы вроде бы есть. Все имеется. Зараза, правда, сейчас будет жрать еще энергию. Поэтому надо заранее это предусмотреть. И немножко расширить свои возможности. Большой ветрогенератор. Блин, ну как я так неудачно-то построил здесь, а? Вот эту штуковину. Не по фэншую. Разбирайте, ребят. Я поставлю новую где-нибудь по соседству. Все, наконец-то, да. И искусственный интеллект мне говорит привет. Вы задержались допоздна в зале управления, просматривая отчеты, как вдруг вам на личный терминал пришло сообщение. Кому это не спится? Приветствую. Не хватает дополнительных протоколов обращения и переговоров. Проявляю симулированную эмоцию радость. Что за ерунда, кто это? Номер 6 запрашивает разрешение на общение. Ожидаю ответа от пользователя. По спине у вас пробегают мурашки. Вы нашариваете на столе кнопку извещения чрезвычайной ситуации. Угрозы командующему нет. Объявление тревоги не является рациональным решением. Ты за мной шпионишь? Ответ положительный. Ожидаю ввода запроса проблемы. Проявляю симулированную эмоцию, вежливая просьба. Ты ждешь, что я задам вопрос? Да. Хорошо, в чем смысл жизни? Для смысленного ответа мне не хватает данных. Отключаюсь. Нужно известить Смитой приказать проверить номер 6. Угу. Да, и ракета у меня уже готова лететь на Землю. Вроде бы тут я все изучил, да? Все космические аномалии. Давайте пока не поздно реально ее отправлять. Тем более мне нужны еще дополнительные очки науки. Так, эта штуковина жрет 20 энергии. И ой, пылевая буря еще приближается. А батарейки у нас днем... Покажите мне батарейку. Нет, днем не заряжаются. Но сейчас будут. Ну, серьезно, сюда помещаются? Ну, вроде бы как не должен затрагивать уже 3Б-очиститель здесь. То есть это я так уже поставил, но постольку-поскольку. Запихиваю уже во все возможные дыры. Эти генераторы. Тут можно вот так разместить. А между ними вместо соединения проводом соединение с солнечной панелью. Умею, могу, практикую. Так, а ну-ка, тут я... Не, не мог так поставить. И давайте еще полимеров подвезите мне. Так, по кислороду у меня должно тоже всего хватить. А, нет. Может и не хватить. Значит, что давайте сделаем? У меня Мокси не работает сейчас в ночное время. А нет, работает. Дело в том, что если отключится сейчас Мокси, у меня не будет нужного кислорода на нужное количество времени. Так, вот еще Мокси. Так, здесь у меня сколько кубометров? Запас кислорода 120... Ну, 128, грубо говоря, там максимум 130. А может этот настолько большой, что... Нет, этот не настолько большой. Значит, что давайте я поставлю еще один Мокси. Просто от греха подальше. Где бы можно было его поставить? Он не загрязняет ничего. Вроде бы завод по производству там никакой тоже ничего не загрязняет. Давайте вот так нарастим. Максимальный приоритет, ребята, надо быстро строить. И трубопровод, да, так как я и думал, можно, например, вот так прокинуть здесь. Электричество должно тоже проходить через... Блин, ну, кстати, нет, не должно оно никому ничего. Может, и не будет проходить. Надо проверять. Да, не будет проходить. Почему так? Да потому что... Нет там соединения. Давайте тут, может быть, солнечную панельку поставим. Вот так. Так, тоже максимальный приоритет. Надо выработка как можно скорее кислорода за два СОЛа. Так, неработающий госпиталь. Не та смена. Неработающий пункт охраны. Ладно. Неработающий Мокси, да. Все нормально. Так, СОЛ, вдруг захотел с вами пообщаться, мыслить и общаться самостоятельно. Да-да-да, давайте вообще посмотрим, какой эффект она создает, эта постройка, в принципе. А, вот оно как. Давайте еще усилитель. Стоимость улучшения. Скорее, накопление очков науки в куполе. Лучшие работники ученые. Ну, они, конечно, лучшие. Так, батарейка накапливается, да? Отлично, денежки тоже есть. Я хотел выучить, тут такая прикольная была технология, прорывная. Но это, наверное, на потом мы оставим. Какой же эффект ты даешь? Есть атомный аккумулятор, но он пока... Ну, не то чтобы ни к чему, но я не знаю, куда его приткнуть. Япония предлагает 45 взамен на 50 бетона. Нет, больше не предлагает еду. Атомный аккумулятор. Строить его сейчас или нет? Вот в чем вопрос. Ну, в принципе, он-то тоже не помешает. Так, энергия. Требует полимеров, не так много причем. Полимеров. Надо где-то под защиту его ставить. Я думаю, что вот здесь для него прекрасное место. То есть тут он и по электричеству соединится, и чистится будет. Требоочистителями. Должно быть ок. Неработающие постройки две. Госпиталь все еще не работает. Пункт охраны. Людей нет, чтобы работали. 109 человек в куполе. Мы нормально развиваемся. Так, общая подготовка. Давайте я, значит, что еще выучу. Увеличим рождаемость рано или поздно. О, значит что, давайте на скорую руку прокачаем Мокси. Сейчас я найму как раз сторонних специалистов. То есть мы можем даже еще успеть. И я, может быть, конечно, излишне переживаю. Переживаю. Но я реально вижу, что мы немножко не успеваем по кислороду вовремя наполнить все это дело. Тут у нас пошла зарядка, да? Производство кислород 4. Ну, сейчас должно быстренько наполниться. Но, опять же, это не супермного. Учитывая, сколько у нас потребителей на текущий момент, то это прям даже мало. Но, знаете, наверное, прокачалось немного, да? Раньше я считал, что человек, по-моему, там 7. Науки сейчас 731. Не до конца. Понятно, может быть, в меню науки можно посмотреть. Организатор, сторонний научный лабораторий, колонисты-гений. Ничего такого. Ну, странно, ладно. Смотрите, как быстро изучается, а, с такими-то темпами. Хотя, чувствую, Мокси будет недолго работать в таком режиме. У меня. То есть буквально несколько часов, наверное. Кстати, у нас там общая разведка идет с секторов новых? Идет, но почему-то давненько просто не было ничего. ИДУ. Где у нас ДУ-транспортер? Ты там не отлыниваешь, нет? Смотрите, он забил уже сколько складов с металлом. И это мне говорит о том, что, наверное, пора строить склад с металлом, такой более прокачанный. Блин, по еде тоже жесть, да? Смотрите, тут вот на этом складе тысяча тысяча, а на тех вот у нас здесь тоже ее тонны. Хотя уже можно часть поубирать, наконец-то. Разгрузили. Что меня радует. Давайте даже вот этот уберем. Переместят еду, пусть ее компонуют как угодно. Да, и по металлу, наверное, я бы хотел видеть такой же склад. А то не место так много занимают. Вот где-то тут, наверное, я его построю. Вот как-то, наверное, так. Он должен будет электричеством соединиться с куполом. Тянет он там всего ничего. Магнитная фильтрация есть через 11 часов. Теперь это нужно еще улучшить. Так, плюс 50%. Я все Мокси улучшу. Так, этот, правда, они, по-моему, больше жрать начнут сейчас. Но так вот так. Но я их потом в какую-то из смен буду отключать. Наверное, в ночную. Ну, или в ту, в которой там сильные просадки идут. Что-то это аккумулятор. То разряжается, то заряжается. Госпиталь, пункт охраны. Ну, это в одну из смен, да, опять же. Давайте еще выбирать ресурсы эти. Шесть часов до полевой бури. Хотя, наверное, напрасно я это сделал. Сейчас дроны вместо того, чтобы улучшать Мокси. А, который, кстати, улучшен уже. Блин, как муравьи какие-то, да, так прикольно. Оп, разнесли. И они это разнесли по другим складам у меня. Ну, тут реально так много уже и не надо. Отлично. Я не знаю, да, наверное, даже можно оживу. И вот этот. Оп, 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 стоять, стоять, стоять. Не надо этот зап... Ой, не тот заполнили. И все, началась пылевая буря у нас. Я думаю, ее мы спокойно переживем. Ну, а на этом, я думаю, заканчивать эту серию. Спасибо большое, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, оставляйте свои комментарии, пожелания. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok